индийские мужчины для того чтобы найти хорошую невесту теперь должны иметь туалет а что раньше его не было как оказалось не был сейчас у индусов больше контрактов с операторами сотовой связи чем мест справления нужд 75 процентов населения разговаривают по сотовому но только у половины в доме есть туалет правительство по такому поводу даже организовывает массовые свадьбы на них молодые могут получить финансовую поддержку однако обязательным условием для заключения брака является наличие того самого туалета началось все в прошлом году скандальные подробности поведала приянка бхарти ее выдали замуж еще в детском возрасте но прожила на квартире мужа лишь несколько дней причиной побега стало отсутствие выше обозначенного места уединения с тех пор беглая невеста борется за права женщин ведь проблему то можно увидеть на уровне всего общества в целом потому как речь идет не только о заведениях частных в столице индии общественных туалетов для мужчин в 13 раз больше чем для женщин ученые нашли женщину тетрахромата кто это сейчас узнаете этим почти что ругательным словом называют человека который различает больше цветов чем любой другой житель земли невролог габриэль джордан из университета ньюкасла задалась такой целью давно 20 лет она искала людей на зеленых супер цветовым зрением и удача ей улыбнулась у единственного настоящего тетрахромата глаза наделены четырьмя колбочками обычный человек может воспринимать миллионы различных оттенков цветов такую возможность нашим глазам дают специальные клетки или колбочки в глазу рядового гражданина три типа колбочек таких людей называют 3 хроматами дальтоники обладают всего двумя типами соответственно их называют дихроматами почти все животные относятся к этому классу ученые долгое время считали что есть люди с четырьмя колбочками которые могут видеть более широкий диапазон цветов чем большинство из нас эти люди называются тетрахроматами и видят они сотни миллионов цветов те оттенки которые различают эти уникумы даже не имеют названий ведь их никто и никогда не видел тут вот незрение невнимательность не помогли двойник псая одурачил всех каннских звезд французу по национальности имеющему очень схожие черты лица с южнокорейским рэпером легко удалось свести в заблуждение охрану и гостей кинофестиваля двойника псая пропускали на все закрытые фуршеты при этом он фотографировался со знаменитостями и направо и налево раздавал автографы только спустя два дня тайное стало явным лже псаем оказался дэнни кар гражданин франции свое сходство с певцом он ощутил на отдыхе в дублине сидя в одном из пабов парень подвергся настоящей атаке поклонников все они требовали от него автографа и хотели сняться с ним на память уловив неплохую перспективу француз решил хоть ненадолго стать знаменитым но их заодно заработать в москве на днях тоже задержали апостола луку именно на эту библейскую личность решил посягнуть один из жителей домодедово мужчину задержали на варшавском шоссе ходе плановой проверки инспектор осматривавший остановленный грузовик заподозрил что водительское удостоверение может быть поддельным причем с правами мошенник даже не заморачивался напечатал на цветном принтере а потом заламинировал вот и получилось что дорожному инспектору выпала честь познакомиться с самим апостолом лукой и Субтитры подогнал «Симон»